Грешно ли уговаривать тяжело больного родственника в пансионат, если жить становится совсем невыносимо и родственник отказывается от лечения? Итак, есть кто-то из близких, кто лечиться не хочет, может быть, это не только телесные, но и душевные болезни, и при этом сами его близкие чувствуют себя уже неспособными к оказанию ему в домашних условиях необходимых услуг, необходимого попечения. Важнее всего, дорогие друзья, это позаботиться о вечной участи, того, чьи дни, вероятно, сочтены. Очень часто близкие прилагают по любви своей всевозможные усилия. Либо по собственным услугам и заботе, либо по устройству максимально полезные, продлевающие его жизнь, больницы или пансионаты, как вы спрашиваете, видя в этом главное служение свое умирающему родственнику. Но это неправильно. Главнее всего в отношении уходящего нашего близкого не только облегчить максимально его телесные страдания последних месяцев и дней, быть может, его жизни, сколько позаботиться о вечной участи его. И именно об этом император просил Александра Сергеевича Пушкина, умирающего в тяжких муках смертельного ранения, отойти в вечность как христианин, что Александр Сергеевич и не замедлил исполнить, призвав священника, исповедавшись, причастившись святых христовых тайн. Об этом заботился и наш великий император Александр Третий своим главным провожающим лицом в вечность из земной своей подвижнической царской жизни, избрав Иоанна Кронштадтского, который своими молитвами и напутствием христианским не столько облегчить предсмертное страдание нашего великого государя был призван, сколько позаботиться о вечной участи его бессмертной души. Так что способы облегчения земного оставшегося бытия, конечно же, не так уж многочисленны. Какие-то медицинские усилия обезболивающие, либо домашний уход, либо уход в пансионатах, но только не в таком пансионате, где будут рассказывать сказки о том, что вы еще сто лет проживете, вы еще на вашей свадьбе попляшете, а в том, где доступ священника возможен, и возможны частые причащения святых христовых тайн для уходящего, для страждущего, и душевно, и телесно. Это самое главное укрепление его и душевных, и телесных сил для достойного исхода из временной жизни. То, что душе надлежит от тела отделиться, и именно это событие даже ускоряется чтением канона. Есть канон по исходе души от тела, а есть канон, имеющийся в наших распространенных молитвословах на разделение души от тела, когда кто-либо тяжко страждет, и земная жизнь уже остается как поистине крестный участок, последний, который надлежит человеку пройти с достоинством, с возложением своей участи вечной в Руце Божьей, а как Господь явил нам пример на кресте, сказав самые важные слова и разбойнику благоразумному, «Сегодня же будешь со мной в раю», и возлюбленному ученику своему, указывая на причистую матерь свою, «Се, мать твоя», и к причистой Богороннице, указывая на Иоанна Богослова, и в его лице усыновляя своей причистой матери всю церковь, «Се, сын твой, и к Отцу Небесному в руце твои предаю дух мой», и, наконец, торжественное совершилось для всего человечества как знамение великого события смерти Бога человека на кресте, необходимой искупительной жертвы для того, чтобы воссоединился всякий пожелающий во Христе посредством церковной жизни с Богом в вечности. Всякий пожелавший этого человек, Господь показывает нам то, к чему и нам должно стремиться и к чему посодействовать в отношении ближних своих вот этому единению с Господом в последние дни земной жизни, ибо говорит Господь, чем застану, в том и сужу, ибо это самое важное время для того, чтобы в возможном совершенстве отринув все земное, свою душу предать Отцу Небесному. А это как раз невозможно без участия Матери Церкви, без ее сопровождающих от шествия человека таинств. Исповеди прежде всего, если человек не крещен, то, конечно же, крещение, исповеди, соборование, в котором прощаются человеку забытые, незамеченные за собой грехи, не ради исхода из временной жизни, а ради вот этой совершенной чистоты души. И, наконец, причащение святых христовых тайн, в которые и обретается человеком единение со своим божеством. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.